Здравствуйте, братья и сестры! В эфире программа Екатеринодарской и Кубанской епархии «Отче дом». Пожалуй, впервые наше поколение столкнулось с непростым испытанием массовой эпидемии. В эти дни правящий архиерей митрополит Исидор совершил крестный облёт Краснодара. В необычном молебне принимали участие иконы Царицы Небесной, святой великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города, святого великомученика и победоносца Георгия и ковчег со святыми дарами от святителя Спиридона Тремифунского. В дни Великого Поста митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор продолжил совершать богослужения в храмах Кубанской епархии. Наша съёмочная группа вместе с владыкой побывала в Краснодарском храме святого преподобного Ильи Муромского в одну из трёх родительских суббот Великого Поста. Храм преподобного Ильи Муромского находится на окраине Краснодара. Расположен он при городском Славянском кладбище. В последнюю в этом Великом Посту родительскую субботу митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор возглавил здесь богослужения, литургию и затем панихиду. Помолиться на архиерейской службе и помянуть своих усопших родных и близких собрались в основном жители Славянского микрорайона. Перед кануном небольшой круглый каравай и художественно украшенная кутья. Так положено поминать тех, кто уже перешагнул порог вечности. В руках у священнослужителей записки с их именами. Для нас живых родительская суббота – день памяти наших близких и любимых. В молитве мы как бы встречаемся с ними. В эти дни поминовения об упокоении душ умерших православных христиан молится вся полнота Церкви. Основное прошение всех молитв – прощение грехов. Ведь по учению православной Церкви у тех, кто ушел в иной мир, уже нет возможности каяться и исправлять свою жизнь. На архиерейской панихиде молились и обо всех православных христианах, похороненных на Славянском кладбище. Ведь, возможно, у кого-то не осталось на земле родственников. Родительский день в крестопоклонную субботу завершил череду упоминальных суббот в Великом посту. А сейчас пришло время, братья и сестры, для нашего традиционного видеообзора, в котором мы собрали краткую информацию о других событиях нашей епархии. Ученики Русской православной школы Краснодара приняли участие в третьем всекубанском конкурсе видеороликов «Жизнь как ценность». Конкурс посвящен 75-летию Великой Победы и проводится отделом религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики края и Института развития образования. Русская православная школа представляет два ролика, в работе над которыми задействованы четверо учеников. Мы принимаем участие уже в третий раз. Этот конкурс проводится с 2017 года. Тогда ребята с энтузиазмом приняли эту идею. У нас православная школа и, конечно, сразу же начались обсуждения ролика. В основном ребята предлагали идеи, которые были связаны с церковью, с храмом. И вот в этом году нам также посчастливилось принять участие в этом проекте. Два ролика подготовили ребята, за други своя и самый вкусный завтрак. Сюжеты полностью основаны на идеях ребят, на их знаниях истории, истории родного города. Но только знаний для видеороликов недостаточно. Нужно было придумать тему, написать сценарный план, организовать съемочный процесс, найти актеров. Мы сели командой и решили обсудить, что можно снять. Мы знаем, что у нас тема должна быть связана с военной, конечно, тематикой. И к нам недавно приходил ветеран в школу, блокадница Ленинграда. И мы подумали о том, что это можно связать и снять социальный ролик на тему как раз-таки того, что было тогда, связано с хлебом, так как он тогда являлся единственным продуктом питания. И мы решили, что это серьезная тема, которая нам интересна. Ленось! Иди завтракать! Завтракать иди. Мам, а можно звать меня, когда все уже будет готово? Я вообще-то тороплюсь. Хлеб и вода, и это завтрак? Спасибо, я не голодна. В ролике о блокадном хлебе перекликаются две темы – военное время и день сегодняшний. В ролике про хлеб показано, как девочка не ценит мне своих родителей, во-первых, неуважительно относится к еде, не понимает никаких таких базовых ценностей, не ценит уже то, что говорится ей о ветеранах, о Великой Отечественной войне. И потом она, встреча с ветераном, меняет ее жизнь, она понимает и задумывается о ценности своей жизни, о своих родителях, как нужно к ним относиться. И поэтому это в ролике отражено у нас. Цель конкурса «Жизнь как ценность» – способствовать развитию личности ребенка, формированию духовно-нравственных жизненных ориентиров. Краснодарский храм всех святых, что на Всесвятском кладбище, провел очередную акцию «Милосердие». В воскресный день после Божественной литургии волонтеры добровольческого движения «Доброе сердце» Кубань накрыли столы с порциями первого и второго для каждого страждущего. Начало акции было назначено на 12 часов. К этому времени по аллейке к храму потянулись люди. Я ответственная по фасовке. Закупается товар у нас в больших количествах на пожертвования людей. Потом этот товар привозится, раскладывается все по видам. Приходят волонтеры, у нас где-то человек 15 приходит. И мы начинаем этот товар раскладывать. И готовится продуктовый пакет, который на следующий день выдается нашим подопечным. Большие акции с раздачей продуктовых пакетов храм всех святых проводит раз в месяц. А вот такие маленькие – еженедельно. На них собирается примерно до 70 человек. На большой акции мы кормим где-то порядка 500-600 человек. На кормление у нас приходит порядка 40-60 человек. Именно те люди, которым больше всего нужно само питание. Которые настолько нуждающиеся, что даже простояв в очереди, они готовы приходить на кормление ради того, чтобы просто хотя бы один раз покушать. А в большие акции мы раздаем продуктовый пакет на месяц. Ну там крупы, консервы, то, что можем себе позволить. И непосредственно тоже кормим первое. Второе – и даем возможность выбрать вещи какие-то, которые человеку подойдут. Движение «Доброе сердце Кубань» – добровольческое. Регулярных спонсоров нет, так что в основном вся нагрузка ложится на волонтёров и их близких. Благо свою помощь предложили рестораны «Старый город» и «Ривьера» и «Общество содействия». Они привозят свежую готовую еду, благодаря чему осуществляется еженедельное кормление нуждающихся. В акциях помощи принимают участие казаки хуторского казачьего общества имени Атамана Величко. Их дело – следить за порядком. Контингент у нас разный. Люди, которые побывали в местах лишения свободы и так далее. Но как-то казаки стараются с ними и разъяснительную беседу вести. И, слава Богу, по молитвам всё проходит у нас хорошо. То есть мы, казаки, молитвы читаем для тех, кто готовил еду, кто раскладывал, а потом для тех, кто пришёл. По рассказам волонтёров, среди прихожан Храма Всех Святых есть те, которые когда-то стали приходить на акцию помощи, да постепенно втянулись и в церковную жизнь. Акции «Помоги бездомному и нуждающимся» проводятся при Храме Всех Святых с 2013 года. По благословению настоятеля прихода и духовника добровольческого движения Архимандрита Трифона. Главный храм Екатеринодарской епархии, Свято-Екатерининский кафедральный собор, давно уже стал и центром православного, духовного, социального служения ближним. Не так давно при Храме на базе Сестричества во имя Святой Великомученицы Екатерины открылась школа сиделок. У нас существует программа, профпрограмма «Сиделка», которая разработана, собственно говоря, уже центром доп. образования и которую мы, в свою очередь, дополняем духовными беседами. Беседовать с батюшкой, который вот духовно наставляет наших слушателей о терпимости, о милосердии, о вообще всех аспектах именно духовных, с которыми придется сталкиваться нашим сиделочкам в работе с больным. Сегодня для того, чтобы профессионально заниматься деятельностью по уходу за больными, необходимо иметь базовые знания, которые слушатели курсов получают при соборе в течение двух месяцев. Мы изучаем моменты гигиены, моменты правильного питания, ухода за такими пациентами. Ну и поэтому это специфические знания, конечно. Их нужно знать. Слушатели школы сиделок получают дипломы установленного образца. После Рождества в этом году такие дипломы получили 27 человек. Это был первый набор, он начал обучение в дни рождественского поста. Второй набор насчитывает 12 человек и приступил к занятиям в посту великом. Наверное, не случайно, что верующие в дни покаяния стараются приобрести знания и навыки, которые потом пригодятся им не просто в профессиональной деятельности, но и в милосердном служении ближним. Как будущего пастыря, наверное, все-таки по словам Спасителя, то есть как Спаситель говорит в Евангелии, нет больше той любви, как тот, кто положит душу за овцы свои. То есть получается все-таки задача пастыря заключается не только в служении, не только в проповеди, но все-таки это и миссионерская работа. То есть это посещение больниц. И, наверное, главная задача, которая ставится, то есть хорошая практика, такая тоже пастыря нужна, я так думаю. Главное, чем мы руководствуемся, это заповедь Христова о том, что возлюбить своего ближнего. И вот мы приглашаем к нам, в первую очередь на базе нашего сестричества, довольно-таки большого, самого крупного в нашем городе, на базе этого сестричества, которое уже делом себя проявило и в городе, и в нашем приходе, приглашаем других людей войти и осветиться вот этой, осветиться исполнением заповеди Христовой. Понимаете? Она потому, что заповедь не только тяжела, но она и легка, она воодушевляет, она дает силы, она дает силы родным помогать родным. И самое главное, дает силы людям, далеким, порою по своему происхождению, образованию, полуматериальному положению, и никогда в жизни друг друга не сдавших, обрести и увидеть друг в друга два человека, которые нуждаются. Отец Игорь уверен, что в общении с теми, кому необходим помощь и уход, нуждаются и те, кто этот уход осуществляет. Именно им предоставляется возможность научиться раскрывать свое сердце для ближнего. И в заключении передачи, братья и сестры, посмотрите небольшой сюжет о паломничестве к святыням Грузии. А я с вами на этом прощаюсь. До свидания, до новых встреч. От главного храма Грузии, святец Хавели, открывается прекрасный вид на окружающую мсхету горы. На вершине одной хорошо виден один из древнейших храмов всей земли Иверской, Джвари. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Немного лет тому назад, там, где сливаясь и шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь. Из-за горы нынче видит пешеход, столбы обрушенных ворот, и башни, и церковный свод. Именно здесь, в начале IV века, святая Нино по долгой молитве водрузила крест для освящения всей округи. В середине VI века здесь был возведен один из ранних христианских храмов. Вот и сегодня видны его развалины. Сохранился более поздний храм уже конца VI века. Он так и наречен – храм креста. Внутреннее убранство его очень аскетично. В центре крест, на стенах всего несколько икон. Здесь всегда темно. Свет попадает через узкие оконца. Но от теплящейся свечей чувствуешь себя здесь уютно. Кстати, храм состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В километрах в десяти от Тбилиси, в Джавахетии, среди равнины возвышается отдельно стоящая гора. В древности, во время нападения врагов, малочисленная грузинская армия ночью усердно молилась у подножия этой горы при Святой Троице и великому ученику Георгию Победоносцу. На рассвете все увидели всадника в Черной Бурке, который голопом спускался с вершины горы. Его сила была столь превосходной и даже неестественна для обычного воина, что численно превосходящее войско противника побежало. Когда после Победы все собрались в местном храме, увидели икону с изображением этого всадника. И то была икона Георгия Победоносца. Со временем здесь появился храм, а затем и мужской монастырь Шабнабада, что по-грузински значит «черная бурка». Сегодня монастырь посещает множество паломников, и не только из Грузии. Обитают здесь 18 насельников, которые, кроме молитвенного подвига, трудятся на виноградных плантациях, производят церковное вино и выгоняют мед. Продолжение следует...